На одной старой, но очень чистой кухоньке появилась еще новая мясорубка. Она была не совсем новая. У этой кухоньки жила одна хозяйка, только бабушка она называлась. И это, кстати, звали бабушка наша. Или Петровна. Петровна, да. Хозяй неизвестно, в какой стране это проходило. Ну, так удобно всех называть. Расходило, да. Преклонный возраст Петровна или Петрович. И у них, короче, на этаже, чего греха таить, один скончался человек. И у него не было никого близких. Но, кстати, надо было с этого и начинать, потому что скончался один человек на этаже. Хорошо, начинаем так. В этот вечер была метель. В этот смурное утро, я хотел сказать, играла музыка, но один человек ее не слышал. Потому что он умер. И причем я вот схватил этот, как его, сульт, когда он кручил, перемалывал говядину со свининой. Хочел себе замучить на вечер такие... Как лет. Не как лет, кем шебуреки уважал. Потому что я был бывший военный и служил под Эмином, как ее, под Фирузой. Да, а я воная внучка, и она только закончила вуз и придумала новую эту. А я воная внучка была сучкой. Ну что ты так... Ты же ее даже не знал. Я в рифму. В рифму. Пусть скажешь, если я прочитал, что в рифму буду говорить? Ну, скажи. Не буду. Я выше этого. Ты выше этого. Знаешь, что... С облей наглотаешься крывалку. И этот человек, и он хорошо, очень ладненько так умер. А за ним ухаживала одна старушка, помогала ему все время. И она была Петровна. На квартиру мечела, ладненько ухаживала. Ничего она не мечела. Ну, чего? Ну, добрая будет сказка, или злая? Ты скажи мне сразу. Добрая. Она не мечела. И она мечела только на мясорубку. Потому что женщина модель была современная. Да. И она страсть как любила пельмешки. А там была у нее функция. Да. А кулинария была очень далеко. И фарш у них был подделочный. Вот. А она так жутко хотела пельмешки. Сой. Сой, да. И когда приехала эта внучка, она была... Петровна, вы хорошо ухаживали за моим дедушком. Говорит, что вам подарить? Хотите, я вам подарю новый холодильник и вон. Потому что мне не надо. Говорит, я все равно в Италию проститутку. Набор хрустальных бокалов хотите? Нанялась. Я говорю, я хочу все равно эту квартиру стать каким-нибудь... Сочинером. Ну, не сочинером. Ну, раз она проститутка нанялась, она же добрая сказка. Чего? А, она сочинера. Говорит, ну вы, говорит, сейчас возьмите что-нибудь в себе, чтобы... Я, горыч, хочу вас теперь что-нибудь подрастить, чтобы вы никогда не... Молчали, да. Да, чтобы вы не писали за меня участковую. Она говорит... Она идет вот так, дедушка, дедушка, вот мне не надо, вот только мясорубочку. У нас дом рассказка, что она говорит, доченька, доченька. Старая была. Она была бывшая актриса. Она говорила... Поставленным голосом. Поставленным голосом. Молодая... А, не внученька, внученька. Она говорит... Как ее звали? Кто кого? Внучку. Внучку? Чаца. Ну, ну, Чаца, это кличка была у ее в Синиталии. Ну, хорошо, давай допустим... Ну, как допустим. Ну, я на уимене женского голоса. Давай Вераока. Давай, Вераока. Да. Она, говоришь, по Сталину голоса, Вераока. Говоришь, Вераока. Я бы с вами поспорила... На протяжении многих лет я ухаживала за вашим дедом. И сейчас желаю в качестве, так сказать, памяти и презента... И компенсации. Да, прообрести вот этот шикарный бытовой инструмент. Под названием... По переработке мяса у... Мясорубка. Да, мясорубка. Да, говоришь, дайте мне мясорубку, и я буду молчать, как тот же Йорок. Да, Вераока вспылила, да. И пыльнула в нее табуреткой. Да, она не вспыльнулась. Да, бабушка, не смучи, дочь. И она не вспыльнулась. Конечно, она занималась биатлоном у юности. И она очень ловко, она как раз шла ковер выбивая. Она так, не смущаясь, и поникла, обмякла. Дочка, не теряя времени, видишь, что она делала. Мы с ними про то хотели рассказать. Про что? Про мясорубку, как она сейчас лет начала. Снушкой надо кончать быстро. Короче. А тут врывается... Снушкой надо кончать быстро, сказал охранник древнего дома. Да, говоришь. Увидел мясорубку, да, у ее в руках. И к этой мясорубке приставил свой электрошок. Да. Два трупа за одну сказку. И дедушка, и внучка. И бабушка, и за три. Многие говорят, говоришь, их же чануло все время к саде. Но зато хороший конец будет. Да, говоришь. И что кто-то сказал, говоришь, на поминки не надо два раза, говоришь, тратить. Два раза токоте не надо. Да, два раза. Не хочу. Тратиться в два раза меньше. Этих хоронили. А эта бабушка, короче, ту мясорубку почти... А бабушка выжила, да. Она говорит, принесите мне в больницу ее. А она в травматологии лежала. Бабушка... Поскольку после сковородки, да, шея плохо заживала. Бабушка выжила, потому что она уже на протяжении 17 лет принимала филин Непчин. Вот. Кого? Воровала. Второй раз я не скажу, потому что передачу запрещает общество по... Я знаю, что она дома принимала этих... Молодых людей. Людей, да. И обучала их вокалу. Еще ты не знал. Вообще-то баба. Вакансии выраздновала. Вакансии выраздновала. Вот, короче, захотелось со старенькой... Она была Петроной или как? А, мы все Петроны. А захотелось со старенькой коклеток с тевтельками. Да, и она пошла, купила себе коклеток. Набор к фаршу, я бы сказал. Да, суповой. Суповой, что ли, вы бы называли. Ну, суповой он уже еще хуже. Ну, как-то на любителя. Нет, ее начало милить и песню петь. Романс какой-то. И как-то совпали об этом романсе. Что ее локом туда закрутило. И она очень сейчас любила Баскова. Про шарманку, точно. А я спутал. Она крутить и поет. Как шарманка, да. Да, это шарманка. А ее затягиваю. Да, она наша цыганка. Да. Ну, и причем ее этот был барыг. Даже я бы назвал это шиньоном. А я на его очень крепко придел. Она боялась очень позориться перед соседями, когда ходила на балкон. Потом она его клеим, спирачила. Короче, не купляйте сейчас беляши на рынках, потому что с этим... С этим... С этим... С волосиями искусственными попадаются. Суть и гадкие концепты. Намелило. Нет. А что? А мясорубку сейчас на садбище продают. Думаю, что хотите. Или переписываем? Переписываем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...